В Астане состоялся 16-й очаг. В Астане состоялся 16-й очаг. 14 февраля во Дворце мира и согласия Совета Ассамблеи народа Казахстана внес предложение проведения в текущем году выборов президента страны. Сразу же после инициативы Ассамблеи партия Нур-Отан, как правящая политическая сила, первая поддержала данное предложение. АПЛОДИСМЕНТЫ Поддержали кандидатуру лидера и североказахстанца в составе нашей делегации, возглавил которую Акимобласть и Ерик Султанов порядка 80 партийцев. От лица аграриев региона выступил генеральный директор ТОТа Иншаастык Анатолий Рафальский. Он отметил мудрую политику Ельбасы, благодаря которой в Казахстане не только царят мир и спокойствие, но и есть все условия для развития. Наши предприятия начали с 13 тысяч гектаров, на старой советской технике сегодня уже имеют 60 тысяч гектаров. Производство полностью автоматизировано. Благодаря государственной поддержке мы выражили за последние годы на развитие более 50 миллионов долларов. В результате производительность труда наших работников превышает 56 тысяч долларов. А это уже уровень самых развитых стран. Удачливым людям говорят, что он родился с золотой ложечкой во рту, да? Про тебя можно говорить, что ты с лопатой в руках родился. Спасибо. Потому что агроном. Спасибо. Не то, что у него амбары полные зерна сейчас, перенимает опыт. Итальянская система заготовки кормов приходит учиться. И вот стал примером, как нужно работать. То есть аграрный сектор Казахстана может работать прибыльно, работать в пользу государства и себе. Спасибо за такую работу. Спасибо. И дальше будем работать. Выдвинуть кандидатуру на предстоящие выборы президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева на съезде предлагали и другие казахстанцы. После чего выступил лидер нации. Глава государства затронул идею легализации. Призвал к сотрудничеству бизнесменов. Объявили легализацию сейчас. Это последняя возможность всем открыть все, что до этого было, привезти сюда деньги и жить спокойно. Через два года будет декларация как доходов, так и расходов всех 17,5 миллионов человек. Тогда станут трудные вопросы. Принесите деньги в Казахстан. Пусть они работают на нас. Рассказал Нурсултан Назарбаев казахстанцем о пяти новых реформах. В частности, большое внимание в будущем будет уделено квалификации госслужащих, борьбе с коррупцией, программам индустриализации, а также сохранению межэтнического согласия в Казахстане. Здесь же лидер нации дал согласие на выдвижение своей кандидатуры от партии Нуратан на внеочередные выборы президента страны. Дорогие казахстанцы, за несколько дней я получил великое множество писем и обращений граждан, трудовых коллективов, университетов, общественных объединений о поддержке досрочных выборов президента страны и с просьбой выдвинуть мою кандидатуру на этих выборах. Большое спасибо всем казахстанцам за высокую оценку моего труда на благо Казахстана и казахстанцев. Моим ответом должны быть выполнение тех пяти задач, которые я сегодня поставил перед собой, перед народом. Поэтому я заявляю о своем согласии баллотироваться кандидатами президента партии Нуратан. Под руководством Нурсултана Назарбаева наша страна прошла большой путь становления. Сегодня благодаря его мудрой политике Казахстан – процветающее государство со стабильной экономикой. Казахстанцы верят своему лидеру. Казахстанцы дал поручение на будущее. Полагаю, что это будет и основой предвыборной программы. Это рост профессионализма государственной службы. Сказано все, понятно. В этом, конечно, самое главное, чтобы специалисты на государственной службе хорошо владели своей профессией. Сегодня Казахстан достиг огромных результатов. Речь идет о том, чтобы эти результаты закрепились и развивались дальше. Ильбаса еще раз показал, каким политиком мирового масштаба он является, каким высотам, новым высотам, невиданным новым задачам он призывает и ведет свой народ. Я полностью уверен в том, что по пяти направлениям грандиозных реформ наш народ достигнет новых высот. Мы, члены партии, особенно молодежь, желаем ему убедительной, безоговорочной победы. Потому что, как совершенно правильно сегодня заметил наш президент, на выборах должен победить тот, у кого есть цели и задачи улучшить жизнь своего народа и сделать свою страну лучше, активнее, конкурентоспособнее. Мы, конечно, окажем нашему лидеру всемирную поддержку. В завершении встреч на съезде избрали членов Полицовета партии и Центральной контрольно-ревизионной комиссии. Таким образом, их состав обновился на 46%. Коллектив Петропавловского завода тяжелого машиностроения поддерживает решение Нурсултана Назарбаева участвовать в выборах президента Республики Казахстан. Об этом говорили на собрании, которое прошло на предприятии с участием членов партии Нуратан. У нас были и сложные времена. Были времена, когда предприятие практически стояло, стояло практически вопрос о банкротстве именно благодаря политике нашего президента, его постоянной поддержки. Наш президент на нашем предприятии был два раза, вы знаете. И вот благодаря этому сегодня предприятие имеет большие перспективы развития. И думаю, мы вместе, поддержав вот этот курс, будем дальше наращивать наш промышленный потенциал, потенциал нашей страны. Еще в феврале заводчане отправили главе государства письменное обращение в поддержку проведения внеочередных выборов в этом году. А также о продолжении курса развития нашей страны под его руководством. С момента получения независимости Казахстан, благодаря умелой политике президента Нурсултана Назарбаева, стал узнаваемой в мире страной с открытой и дружелюбной внешней политикой, динамично развивающейся экономикой и прогрессивным обществом. На Петропавловском заводе тяжелого машиностроения трудится 1100 человек. Предприятие, несмотря на мировой кризис, развивается стабильно. С начала этого года здесь уже выпустили оборудование для нефтегазовой промышленности на 3 миллиарда сенге. План на 2015 год довести этот показатель до 8 миллиардов. Основные заказчики – национальные нефтяные компании. Работа в цехах идет полным ходом. Слесарь-сборщик Гафар Абканов на заводе трудится уже 38 лет. Он признателен государству за то, что имеет стабильный заработок. Нурсултан Абишевич не раз приезжал на заводе. После каждого приезда у нас стабильность на заводе, есть работа, зарплата нормальная. Мы поддерживаем кандидатуру Нурсултана Абишевича. За последние несколько лет, благодаря внедрению новых технологий, модернизации предприятия, производительность на заводе выросла в разы, говорят заводчане. Оборудование потихоньку меняется на заводе, условия создаются потихоньку, благосостояние поднимается. Так что, как член партии тоже, мне устраивает вся политика нашего государства. В прошлом году на Петропавловском заводе тяжелого машиностроения запустили производство энергетического котлового оборудования. В поддержку кандидатуры лидера нации на предстоящих выборах президента страны выступили и аграрии Северного Казахстана. В результате мудрой и дальновидной политики главы государства сегодня агропромышленный комплекс республики твердо стоит на ногах. В рамках дорожной партии бизнеса крестьянские хозяйства получают субсидии, расширяют свои хозяйства. Наша продукция является экологически чистой, востребованной на внутреннем и внешнем рынке сбыта. Согласен с Владимиром Очеретенко, директор ТО фирмы Олегри Александр Притко. Заниматься животноводством начал в 1996 году. Тогда поголовье в хозяйстве было 40 тысяч, сегодня 600 тысяч. В прошлом году произвели более 100 миллионов яиц. Тот путь, который избрал Казахстан во главе с нашим президентом, в общем-то, только способствует развитию Казахстана, повышению благосостояния народа, развитию бизнеса и всех отраслей экономики республики. Благодаря этой поддержке за последние годы мы провели полную модернизацию птицефабрики, обновили технологические линии и машино-тракторный парк в полеводстве. Тем самым мы увеличили и качество, и количество выпускаемой продукции в разы. Заявили о своей поддержке кандидатуры Нурсултана Назарбаева на предстоящие выборы президента и другие сельхозтоваропроизводители с Северного Казахстана. В Северном Казахстане созданы общественные штабы в поддержку кандидатов в президенты страны Нурсултана Назарбаева. Их презентация состоялась в областном филиале партии Нуратан. В областной штаб вошли 29 человек. Это самые активные жители региона. Они будут заниматься разъяснительной и агитационной работой. Возглавит его первый заместитель председателя североказахстанского филиала, лидирующий партией страны Артур Молдогулов. В этот же день в Петропавловске был сформирован городской штаб в поддержку кандидатов в президенты от партии Нуратан. В его состав вошли 23 человека. У Григория Кухаря подобный опыт работы есть. Это как раз тот орган, который будет заниматься мобилизацией всех тех, кто будет участвовать в организации проведения выборов. Прежде всего, это доверенные лица нашего кандидата. Это инициативные группы. Есть специальный сетевой график, который расписан, что называется, по часам. Роль штаба общественного очень значима, и от этого в итоге будут зависеть результаты. На 16-м очередном съезде партии Нуратан ее лидер, глава государства Нурсултан Азарбаев озвучил пять новых реформ. Для их выполнения необходимо сплотиться, выработать правильный курс, достижение цели и трудиться. Североказахстанцы на работу настроены. Сегодня важно дойти до каждого избирателя. Это непосредственно работа по разъяснению посланий президента и его программы предвыборной. Значит, нужно дойти до каждого жителя, каждого избирателя нашего города, нашей области с разъяснением. Те проблемы и вопросы, которые будут в ходе контакта с населением выяснять, совместно с исполнительной властью предстоит оперативно решать. Перед нами стоят определенные задачи. Это поможет организовать слаженную работу, объединит всю молодежь, объединит вообще всех, кто поддерживает главу государства. Это, несомненно, важно и нужно. К работе штабы в поддержку кандидатов в президенты Нурсултана Назарбаева приступят 26 марта. В Северном Казахстане кадровое назначение. По распоряжению Акима области при согласовании с администрацией президента Республики Казахстан Акима Макаинского района назначен Даурен Байтулешев. Материал подготовлен телерадиокомпанией «Казахстан Петропавл». С сентября 9 по январь 10 работал руководителем управления пассажирского транспорта автомобильного города Тараганинской области. С января 10 по август 12 года был директором департамента кадровой работы в Центральном аппарате партии Нуратан. С 2012 года до настоящего времени Даурен Байтулешев работал главным инспектором отдела регионального развития канцелярии премьер-министра Республики Казахстан. Глава региона Ерик Султанов поставил перед новым Акимом ряд задач, среди которых качественное проведение предстоящих выборов президента страны и подготовка к посевной кампании. Ставлю задачу Акима района по итогам 2015 года увеличить показатели по сельскому хозяйству. Также прошу вас обратить особое внимание на следующие актуальные задачи. Повышение и своевременная выплата заработной платы работникам предприятий и организаций района. Создание новых рабочих метров, изучение роста доходов населения, взять на контроль эффективность использования введения бюджетных средств, качество представления государственных услуг. В свою очередь Акима Каинского района Даурен Байтулешев поблагодарил собравшихся за оказанное доверие, пообещав исправно выполнять свои обязанности. Со своей стороны я обязуюсь в качестве, в полном уровне выполнять те основные задачи и цели главного государства, правительства и его. Выгодное географическое положение района и его мощный потенциал обязательно должны сказаться на социально-экономическом развитии района. А это, в свою очередь, положительно отразится и на уровне жизни сельчан, заключил Ерик Султанов. Центральный рынок Алтенорманд распахнул свои двери перед покупателями после капитальной реконструкции. Шла она 8 месяцев. Теперь это современный двухэтажный торговый центр. Его площадь увеличена на 6000 квадратных метров. Со открытием обновленного рынка Петропавловцев поздравил глава региона Ерик Султанов. Глава государства Султанович Назарбаев 6 августа 2014 года дал поручение, чтобы мы привели в порядок открытые рынки, где нет никаких условий, где очень сложно и работникам рынка, и покупателям. И сегодня у нас первая ласточка. Мы закрыли центральный открытый рынок и построили современный торговый центр. У нас в областном центре проводится работа планомерно. Мы намерены реконструировать 10 из них. Из них в этом году еще Дарья и Олжа. Я уверен, что мы достигнем больших результатов в торговом обслуживании нашего населения. После церемонии разрезания ленты Ерик Султанов ознакомился с условиями, которые созданы для арендаторов в торговом центре. Здесь открыто 600 современных бутиков, обустроенных по европейским стандартам. На эти цели инвестор затратил порядка 1 миллиарда тенге. Наверху еще будут сделаны детские игральные такие вещи, где если человек пришел на рынок, он оставил детей, дети будут прыгать, бегать, забавляться, а родители могут пойти и выбрать все, что себе захотят. Я хочу сказать, на протяжении очень многих лет, больше 10 лет, мы не поднимали стоимость места на рынке и воспитали очень большое количество предпринимателей. Многие предприниматели областного центра работают здесь уже не один десяток лет, в их числе Олег Писаренко. Он считает, что обновленный рынок придаст новый импульс торговли и привлечет больше покупателей. Очень качественный ремонт, конечно, витражи, стекло, не пластик какое-то устаревшее, в таком современном стиле все сделано. В ближайшие 20 лет этот рынок будет соответствовать с самым высоким требованием. Рынок Алтынорманы ранее пользовался популярностью у североказахстанцев. За покупками сюда приезжали со всех районов области. После модернизации предлагаемый ассортимент товаров увеличился в разы. Здесь красота. Очень, как сказать, светло, тепло, все нас устраивает. Товара хватает, много какой хочешь такой. Товара хватает. Все есть, то, что надо, что-то заживает, все есть. Также в ближайшее время здесь будет обустроена парковка на 70 автомашин. В Петропавловске открылся Центр обработки данных государственных органов. На сегодняшний день такие функционируют в семи городах Казахстана. Право разрезать ленту предоставили заместителю Акима области Ирлану Аукенову и председателю правления ООО «Национальной информационной технологии» Руслану Янсибаеву. По сторонним вход в аппаратный зал, или, как его здесь называют, гермозону, строго воспрещен. Доступ есть лишь у нескольких сотрудников. Это те, у кого есть карточка со встроенным чипом. В дата-центре будет храниться, размещаться серверное оборудование государственных органов, а серверное оборудование дата-центра будет предоставляться в аренду. Главный показатель дата-центра – это обеспечение отказа устойчивости и непрерывности работы информационных систем. Хранить информацию в центре обработки данных сможет любой государственный орган. Для этого предусмотрено 10 стоек, 7 сейчас свободны. Пока сведения здесь разместил только областной ЭКИМАТ. На очереди другие организации региона. Открытие ЦОДа, она действительно показывает, насколько это совершенственно, насколько это современное оборудование именно для оказания государственных услуг. Однозначно мы будем переходить под данное сопровождение ЦОДа. Работать в региональном центре информационных технологий будут свыше 30 человек. Главный инженер Антон Елманов – один из тех, кто следит за процессом обработки данных. Помещение оборудованное системой контроля управления доступом. Доступ идет строго по пропускам, все записывается. Полностью видеонаблюдение идет. Данные хранятся до года. С этого помещения, здесь в данном помещении происходит мониторинг данных. Эти данные передаются в Астану, в сервис-центр. Информация обновляется в режиме реального времени. Иными словами, Центр обработки данных отвечает всем международным нормам качества и безопасности. К этому ЦОДу подведены две независимые линии электропередач. Если какая-то из них физически выходит из строя, автоматически подключается вторая. В случае, даже если будет проблема с двумя линиями, то у нас есть источники бесперебойного питания, которые в течение нескольких часов держат этот сервер в подключенном к автономной электропитании. Эти два часа нужны, чтобы запустился дизель-генератор. В плане пожаротушения здесь самые лучшие технологии реализованы. В плане кондиционирования самые лучшие технологии. В планах между Акиматом области и Акционерным обществом национальной информационной технологии подписание меморантума о сотрудничестве. Кстати, проект по созданию центров обработки данных реализуется в рамках программы «Инвестиционный Казахстан-2015» по поручению главы государства. Наша страна по внедрению и работе электронного правительства занимает 28-е место в мире. В субботу в Петропавловске прошел День лыжника. Организовали его в рамках областного Дня здоровья. С утра в поселок Барки съехались десятки желающих побороться за звание сильнейшего на лыжне. Старт соревнованиям дал глава региона Ерик Султанов. Аким области пожелал землякам успехов и легких побед. Отметил, что сегодня для занятий физической культурой и спортом в Казахстане созданы достойные условия. Постоянно расширяется сеть спортивных объектов и у нас в регионе. В прошлом году мы открыли два физкультурно-оздоровительных комплекса, плавательный бассейн в районах. В этом году в Казахстане мы откроем еще два физкультурно-оздоровительных комплексов. Вы знаете, что мы начали строительство дворца спорта с крытым ледовым стадионом, с легкоатлетическим манежом в городе Петропавловске. В этом году в сентябре мы его обведем в эксплуатацию. Глава государства Нахтанович Назарбаев поручил, что к 2020 году не менее 30% нашего населения активно занималось спортом. В нашей области, мы приближаемся к этой цифре, уже более 150 тысяч занимаются спортом. Участвуя сегодня в этом массовом забеге, вы показываете хороший пример подрастающему поколению. Поздравляю вас с Днем Лыжника! Желаю вам хорошего спортивного настроения, крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях! Последние приготовления, небольшая разминка, и вот на старт выходят первые лыжники. Через несколько секунд за пальму первенства поборются представители местной исполнительной власти во главе с Акимом области Ериком Султановым, руководители управления и ведомств Северного Казахстана. Для них дистанция составляет 1 километр. Сильнейшие определяются с первых секунд заезда. Секретарь областного маслехата Кэрлы Идресов в возрастной категории свыше 60 лет к финишу пришел первым. Награду, грамота и медаль. Прекрасный солнечный день. Мы вот все благодарны, что руководители региона на сегодняшний день поддерживают спорт. И хоккей, шайбы, и футбол, и вот лыжи. И очень прекрасно, что мы сегодня сами выходим на лыжню. Соревнования проходят с Азартом. За звание лучшего лыжника борются порядка 700 североказахстанцев. Это ветераны спорта, представители учебных заведений, государственные служащие и просто десятки неравнодушных к этому виду спорта людей. Сегодня во всех районных центрах проходят такие же соревнования. Вы видите, сегодня прекрасная погода, очень много людей. Дистанции минимальные. Километр для женщин, два километра для мужчин. Это не столько у нас соревновательный процесс идет, сколько оздоровительный бег для того, чтобы привлечь людей к массовым занятиям спортом. Есть Азарт, есть настрой. С каждым годом все больше и больше людей начинает заниматься спортом. Несмотря на хорошую физическую подготовку, оказаться в лидерах Ларисе Рохловой не удается. Усложняют задачи постоянные подъемы и спуски на трассе. Но лыжница не сдается, продолжает упорно двигаться вперед. Очень здорово, что участие принимаю я сегодня. Настроение у меня сегодня прекрасное. Поэтому почаще таких праздников, особенно учителям, нам, которые не всегда могут участвовать в таких конкурсах, в таких состязаниях. Поэтому я считаю, что не главная победа, а главное участие. Лыжные гонки проходят в пяти возрастных категориях. Пока одни празднуют победу, другие лыжники только готовятся к старту. Активный отдых на свежем воздухе североказахстанцы поддерживают. Настрой, конечно, есть. Погода сегодня прекрасная, солнышко все оживленное. Так что, думаю, наверное, победимы сегодня. Сегодня выходной. Для себя мы решили, наша организация предупредила нас. Мы участвовали, мне все понравилось. Прибежали. Хорошо? Настроение отличное. Именно здоровый человек может достичь тех целей, которые он перед собой поставил. И сегодня мы участвуем в этих соревнованиях. И мы вот видим, что как народ больше втягивается, особенно молодежь здесь больше втягивается в этих соревнованиях. Это очень отрадно. И самое главное, что люди получают заряд бодрости и настроения. По итогам состязаний лучшие лыжники получили медали, грамоты и памятные подарки. В Акаинском районе в рамках программы «Дорожная карта занятости-2020» завершили строительство 10 домов для молодых семей. Необходимый возраст участников программы – от 18 до 29 лет. На строительство объектов и создание инженерно-коммуникационной инфраструктуры было затрачено около 77 миллионов тенге. Это деньги из государственной казны. В Петропавловске прошел День молодого донора. Около сотни человек безвозмездно сдали кровь. Акцию организаторы посвятили 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Всего за прошлый год донорами стали 10 тысяч североказахстанцев. К паводку готовы. В Североказахстанской области прошли командно-штабные учения КОК-7-2015. В течение двух дней службы экстренного реагирования проверяли свою готовность в условиях весеннего периода – на земле и на воде. Следующие республиканские учения КОК-7-2015 пройдут зимой. ТО «Мир аттракционов» удостоен «Золотого пони» на международном конкурсе. В смотре приняли участие парки городов СНГ. Лучшими стали 11. Наш одержал победу в номинации за модернизацию городского парка за счет обновления аттракционов, соответствующих высоким стандартам. Краса и гордость Северного Казахстана. В Петропавловске презентовали второй том книги о современных, успешных женщинах региона. Издание рассказывает о 42 наших активных землячках. Первая часть биографии вышла два года назад. Театру моды «Тамириза» исполнилось 15 лет. В честь своего юбилея участники творческого коллектива организовали показ. На сцене дефилировали как юные, так и взрослые модницы. Всего за эти годы театром было создано свыше 30 коллекций. Субтитры создавал DimaTorzok